Служение Дерека Принца Сокровище Господа. Страх Господень. Часть 2. Я не всегда был успешен в браке. Я совершал много ошибок. Но могу сказать одну вещь. Моя первая жена, которая была из Дании, была очень прямолинейна, говорила, «Единственная вещь, благодаря которой ты оставался верен мне, это страх Господень». Я думаю, что это не такое уж бессмысленное утверждение. Страх Господень действительно удерживал меня. Я имею в виду братья и сестры, что я просто оставался реалистичным. В браке есть разные искушения. Знаю несколько людей, которые сталкивались с очень сильными искушениями и все же смогли сохранить свой брак. Что же удержало их? Страх Господень. Он чист, пребывает вовек. Он очищает и освящает. Давайте продолжим. Притча, 10 глава, 27 стих. Чем дальше мы двигаемся, тем интереснее становится. Надеюсь, по крайней мере, одну вещь я смогу сделать. К концу проповеди возбудить вас желание знать больше о страхе Господнем. В притчах написано, «Страх Господень прибавляет дней, ли та же нечестивых сократятся». Послушайте, если у вас в жизни есть страх Господень, с Ним вы проживете дольше, чем если бы его не было. Здесь не сказано, насколько долго, но определенно дольше, чем если бы вы жили без Него. Я прожил долгую жизнь, мне и теперь еще рано уходить, потому что моя работа на земле еще не закончена. Хочу сказать вам, что я очень серьезно отношусь к страху Господнему, потому что Он продлевает жизнь. Кто откажется от Него? Только те люди, которые либо вообще не верят в Бога, либо совершенно невежественны. Жить без страха Господня... Мы просто не можем себе этого позволить. Теперь давайте откроем 14 главу притч, 26 стих. Один из самых удивительных стихов в Библии. Возможно, вы даже не знаете, о чем Он? В страхе, перед Господом, надежды твердые. От Него мы не становимся неуверенными или слабыми. Он дает нам силу. Если мы боимся Господа, то нам не нужно бояться ничего другого. Это исцеление от всех других видов страха, которые не от Бога. А это моя любимая часть. Хочу спросить вас, разве можно пренебречь таким обещанием? 23 стих, 19 глава. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, «всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Дорогие, разве можно пренебречь таким предложением? Только если вы не в своем уме. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, «всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Хочу сказать вам, что касается меня, это обещание ко мне. Я хочу этого. И удивляюсь, как Господь сможет дать мне такую жизнь на основании лишь одной вещи — страха Господнего. Хорошо, 27 стих 14 главы. «Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти». А 22 глава провозглашает, что за смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Вот видите, страх Господень никак не сочетается с гордостью. Он несет в себе исцеление от гордости, но, имея смирение и страх Господень, мы обретаем богатство, славу и жизнь. Я ни в коем случае не хочу показаться высокомерным, но хочу сказать, что мой опыт подтверждает это. Я могу сказать, что это правда. Это правда так в жизни Дерека Принца. Не потому что я заслуживаю этого, а потому что я выполнил условия. Я поставил рекорд, служа Господу, уже 58 лет. И Он дал мне богатство, духовное богатство, некоторую материальную обеспеченность. Я стал пятидесятником, когда ни одна пятидесятническая церковь не могла рассчитывать на финансовую поддержку. Когда я женился в первый раз, мы с женой думать не могли о том, что у нас будет машина. Пятидесятники были обречены на бедность. Так обстояли дела. Также быть пятидесятником значило быть необразованным. Когда я вернулся в Великобританию, из Ближнего Востока и стал знакомиться с пятидесятниками здесь, когда они услышали, что я учился в Кембридже, они и поверить не могли, что я христианин. Я не преувеличиваю. Вот так обстояли дела. Мне пришлось сидеть с ними и пытаться убедить их, я говорю на языках. Несмотря на то, что я учился в Кембридже, я тоже говорю на языках, точно так же, как и вы. Сейчас, я думаю, все поменялось. Мы очень заботимся о том, чтобы быть богатыми. Ну, некоторые из нас. Не я, по крайней мере. Я имею в виду, это вам решать. Что думать по этому поводу? Не мне, конечно. Хочу показать вам несколько примеров проявления страха Господня в жизни Божьего народа. Давайте посмотрим 2 Псалом, 11 стих. «Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом». Мне кажется, здесь есть противоречия. Как можно бояться и одновременно радоваться? Как можно служить Господу со страхом и радоваться? Это духовное сочетание. Страх Господень сочетается с трепетом. Радость сочетается с трепетом. И также в Новом Завете, в 9 главе Деяний, где описывается ранее церковь, говорится, «Церкви же по всей Иудее, Галилеи и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Видите, здесь тоже сочетание несочетаемого. Как могут быть вместе страх Господень и утешение Святого Духа? А вот здесь они идут вместе, и на самом деле их никогда не стоит разделять. Вот результат. Церковь умножалась. Это ключ к росту церкви. Страх Господень и утешение Духа Святого. Но наш плотяной разум говорит нам, а как можно вообще совмещать страх и утешение? Вы не можете, но Бог может. И Он делает это. Также я хотел бы поговорить еще об одной вещи. Недавно я читал книгу «Мужья и отцы». Я также знаю об этом из личного опыта. Я могу сказать, что есть некоторые вещи, против которых женщины возражают. Одна из них — это требование подчиняться. Я не виню их. Все дело в контексте. Я хочу вам сейчас прочитать два стиха из пятой главы Ефесиным. В моей Библии эти два стиха разделены абзацем, вставленным редакторами. Это две вещи, которые идут совершенно отдельно. Итак, пятая глава. Ефесиным, 21 стих. Здесь говорится о хождении в Духе Святом. И об одном из признаков того, что мы исполнены Духом Святым. Это повиновение друг другу страхи Божьи. Итак, все мы призваны с повиновением относиться ко всем другим христианам. Далее сказано. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Но если выдернуть эти слова из контекста, то получится, что только жены должны повиноваться. Часто именно в таком свете эти слова и преподносятся женщинам. Но учителя, которые говорят об этом женщинам, сами должны повиноваться и ходить в страхе Господням. У меня нет проблем с женщинами, и никогда не было. Я живу в браке полвека, 30 лет с моей первой женой, и 20 лет со второй женой. Обе из них сейчас с Господом. Я очень жду, когда смогу присоединиться к ним. Но у меня осталось еще много дел здесь. Но у меня было два счастливых, удачных брака. Я знаю, что значит быть главой большой семьи. Некоторые сказали бы, «Если бы у меня было много детей, я не мог бы служить Господу». Да ничего подобного. «Ничего подобного скажу я вам». Люди говорят, «Я спасен уже, мне не нужен страх Господень». Это значит, что вы в нем особенно не нуждаетесь. Давайте-ка откроем первое послание Петра, первую главу. Помните, что это написано к людям, которые уже искуплены кровью Христа? «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Здесь сказано «о всех». Не в некоторых, а во всех поступках. Ибо написано «будьте святы», потому что «я свят». «Если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». К кому обращается Петр? К людям, искупленным кровью Иисуса. А что здесь сказано? «Со страхом проводите время странствования вашего». Почему? «Знаем, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Тот факт, что Бог заплатил за наше спасение самой большой драгоценностью во всей вселенной, кровью Христа, это причина, по которой мы всегда должны ходить в страхе Господнем. Страха как-либо оказаться неверными своему Искупителю. Страха, что каким-либо образом мы низводим наше спасение до уровня чего-то дешевого или неважного. Это признак преданного христианина. Христианина, который понимает, чего стоило Богу его искупление. Братья и сестры, я очень стараюсь не допустить ничего такого, что каким-либо образом умолила бы значимость моего искупления. Он заплатил за меня своей драгоценной кровью. Я никак не хочу преуменьшать то, что сделал Бог. Я не хочу вести себя так, как будто не признаю, что это было самой большой жертвой Господа, если Бог стольким пожертвовал ради меня, как я могу жить плотской, эгоцентричной жизнью. Как я могу быть больше занят своими желаниями, чем исполнением воли Отца. Одна из вещей, которая приводит меня в трепет, это осознание того, что Бог заплатил за меня кровью Иисуса, самой дорогой во всей Вселенной. «Я не заслужил этого. Я был совершенно недостоин, так же, как и вы. Но если Бог заплатил за вас такую цену, как вы можете вести себя так, как будто вы стоите дешево? Как вы можете жить так, как будто ваше искупление не стоило Господу самого дорогого, что у Него было?» Сам факт нашего спасения — это призыв к святости. И в конце концов, когда я говорю «в конце концов», как брат Эд Коул, нужно понимать это в контексте. Возможно, это и будет действительно в конце концов, но гарантировать не могу. Хочу прочитать из второй главы притч, первый стих. Здесь написано о том, как мы можем получить страх Господень. Не хочу оставлять вас с чувством, что есть нечто очень важное, но вы не знаете, как это получить. Ответ есть. В первых пяти стихах, и в начале там стоит слово «если». Значит, уже есть какое-то условие, которое нужно выполнить. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлениям, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». После условия «если» идет последствие «то». Давайте сейчас вкратце посмотрим на условия. Во-первых, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, это значит принимать Божье Слово с почтением, со смирением и послушанием, принимать как самую ценную вещь в жизни, «дорожить им». Еврейское слово означает «хранить что-либо в укромном месте», потому что это самая ценная вещь, которая у вас есть. Вот первое условие — принимать Божье Слово. Во-вторых, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Знаете такую вещь о человеческом теле? Невозможно наклонить ухо, не склонив при этом голову. Ухо неотделимо от головы. Поэтому, когда мы наклоняем ухо, что мы делаем? Склоняем нашу голову. Мы становимся покорными и способными учиться. Когда-то давно я работал в Кении учителем. Сейчас, конечно, все могло уже поменяться, но тогда ученик подходил к учителю со своим учебником и кланялся. Это означало, вы учитель, а я всего лишь ученик. Также и мы должны приходить к Богу. Ты учитель, а я ученик. Я принимаю твои слова. Я не спорю, не привожу аргументы против. Я не говорю, что они устарели, потому что страх Господень пребывает вовек. Он никогда не устаревает. В-третьих, читаем. Если будешь призывать знания и взывать к разуму. Это уже о молитве, о страстной молитве, когда мы взываем к разуму. Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище. Это о поиске. Бог не выкладывает все на поверхность, как в стихе, который я цитировал из 33 главы Исаии. Нужно искать, чтобы найти. Страх Господень — это его сокровище. Вы можете не один раз прочитать об этом, но так и не проникнуться тем, что написано. Бог не разбрасывает жемчужины на дороге, чтобы каждый мог пойти и собрать их. Он кладет их в места, где нужно искать их на ощупь и тянуться за ними. Итак, последний, пятый стих. «Уразумеешь страх Господень, и найдешь познание о Боге». Это нелегко. Это не дешевка и непростая безделица. Высокомерный человек скажет, «Ха, мне не нужно это, я умен». Когда я учился в Кембридже, мы смеялись над религиозными людьми. Мы цитировали им, кажется, это было что-то из поэзии «Лонгфэллоу» — «Будь хорошей девица, а те, кто могут, пусть будут умны». И мы смеялись и говорили, «Вы можете быть хорошими, а мы зато умные». Вы знаете, за всю жизнь я встретил куда больше умных людей, чем добрых. Намного проще быть умным, чем добрым. Вот именно тогда уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Я верю, что эти две вещи нераздельны. Знание о Боге неотъемлемо от страха Господня. Помните, в Исаии 11 главе сказано, что Дух Святой даст ему познание страха Господня. Невозможно разделить знание о Боге и страх Господень. У вас столько знания о Боге, сколько страха Господнего в вашей жизни. Я не говорю о страхе, который не от Бога, мучительном, религиозном страхе. Я говорю о страхе, которому может научить только Дух Святой. Приходите, дети, послушайте меня. Я научу вас страху Господнему. Слава Господу! Он желает это сделать. Я удивляюсь благодати Божией. Я христианин уже 58 лет, и хочу сказать, что сейчас я намного более восхищаюсь Его благодатью, чем когда только уверовал. Я обнаружил, с какими вещами во мне Богу пришлось столкнуться. Если бы я был Богом, я бы давно уже оставил это дело, но Он не оставил. И сейчас Он хочет работать с вас. Если бы вы были Богом, вы бы давно уже оставили это дело. Не так ли? Но Он великолепен. Он полон благодати. Вы знаете слово «благодать», да? Часто некоторые неверно толкуют Его значение. Это незаслуженная милость от Бога. Его любовь и сострадание. Мы ничего не сделали, чтобы заслужить это. На самом деле, мы сделали все, чтобы быть недостойными, но мы никак не можем заслужить ее. Благодать — это не то, что можно заработать или заслужить. Есть лишь один способ получить ее по вере. Перестаньте пытаться заработать ее. Некоторые религиозные люди думают, что благодать можно заработать, и всю жизнь пытаются это сделать. Да, есть вещи, за которые мы платим, но это не благодать. Благодать дается нам бесплатно. Мы принимаем ее по вере. Позвольте мне снова зачитать вам эти слова. Считайте их моим повелением к вам. Не хочу показаться высокомерным, когда скажу, что я и моя жена Руфь перечитывали эти пять стихов из второй главы притч много раз подряд, пока не выучили их наизусть. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои...» Это первое условие. Далее второе условие. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлениям. Если будешь призывать знания, взывать к разуму — это страстная молитва. Третье условие. Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище — это четвертое условие — прилежный, целенаправленный поиск. то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Так прекрасно и драгоценно. Я подошел к концу моей сегодняшней проповеди, но было бы нечестно оставить вас только с проповедью. Я бы хотел, чтобы несколько минут вы посвятили обдумыванию того, что сегодня услышали. И затем подумайте еще о том, будете ли вы обращаться к Господу с просьбой научить вас страху Господню. Бог не будет этого делать против вашей воли. Бог не угрожает, Он предлагает. Выбор за вами. Возможно, здесь сидят некоторые искренне верующие люди. Я уверен, что это так, но в их жизни очень мало страха Господня. В связи с этим, скажу вам прямо, о вашей жизни мало святости, потому что святость неотделима от страха Господня, так же, как и страх Господень неотделим от святости. Послушайте, у меня большая семья, и, слава Богу, почти все они ходят с Господом. Я очень рад этому. И благодарю Бога за это. Но вот что я хочу вам сказать. Очень легко воспринимать Бога, как само собой разумеющееся. Большинство или даже все мои дети знали Бога с детства. Они ходили с Господом. Но в жизни любого человека может настать время, когда он принимает вещи как должное. Те вещи, которые мы не имеем права принимать как должное. Если вы чувствуете, что Бог пробуждает ваше желание восполнить эту нужду вашей жизни, нужду в страхе Господнем, который чист и пребывает вовек, который продлевает вашу жизнь, я предлагаю вам уделить буквально минуту. Не делайте сейчас ничего. Просто применяйте то, о чем вы слышали в сегодняшней проповеди. Если вы уже ходите в страхе Господнем, то не делайте этого. Но если вы признаете сегодня, что «Да, Господь, я живу по ритуалам церкви, я хожу в церковь каждое воскресенье, слушаю там проповеди, отдаю пожертвования». Но этот страх Господень, о котором говорили сегодня, я никогда не слышал о нем в церкви. «Это так?» Ну, в большинстве церквей. Хотя я не критик церквей, я твердо верю в важность того, чтобы быть членом церкви. Я никогда не видел еще совершенных церквей. А если бы я и нашел такую, то присоединиться к ней не смог бы, потому что тогда она перестала бы быть совершенной. Но как с моей первой женой, так и со второй мы взяли себе за принцип быть частью местного собрания. И когда мы отправлялись в поездку, мы ехали от нашей церкви, а когда возвращались, мы отчитывались перед ней. Какими бы несовершенными они ни были, они были лучше, чем ничего. В любом случае, не говорите теперь мне, что вы намного лучше, чем я. Вернемся к серьезному. Если сегодня вы действительно услышали что-то, что коснулось вашего сердца, и вам хочется чего-то большего, ах, как ужасно давать еду людям, у которых нет аппетита. Но если сегодня что-то затронуло вас, о, я никогда не знал, что такое страх Господень. Никто не говорил мне о нем, но я вижу, что он во всей Библии от начала до конца, от бытия до откровения. И может быть, я не до конца понимаю, что это Господь, но я желаю этого. Если вы чувствуете так, то я призываю вас со вниманием и серьезностью отнестись к этому желанию. Если вы можете сказать, «Брат Дерек, до того, как я прослушал вашу проповедь, у меня не было никакого представления о страхе Господнем, я не ценил его, но я действительно желаю его, я хочу попросить Бога дать мне его. Я хочу попросить Бога сегодня, чтобы он дал мне его». Я не буду просить вас выходить вперед. Если это ваш ответ, я хочу попросить вас встать прямо сейчас. Сейчас придут музыканты, и мы будем петь песню, которая очень подходит к нашей теме. А те, кто встали, я прошу вас обратиться к Господу со следующими словами. Можно говорить тихо или про себя. Я думаю, вы готовы? Скажите так. «О Бог, Отец мой, я прихожу к Тебе через Иисуса Христа, моего Спасителя. Сегодня Ты вложил в мое сердце желание получить страх Господень. Я прошу Тебя с этого времени вести меня, учить меня и научить меня этому прекрасному сокровищу Господа, страху Господнему. Во имя Иисуса. Аминь». Сейчас проведите какое-то время с Господом наедине, а затем музыканты поведут нас в завершающем наш сегодняшний вечер поклонения. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады!